Любовные письма в наше время пишутся не так уж часто. А ведь когда-то эпистолярный жанр здравствовал и процветал. Существовали строгие нормы и каноны написания писем. Дружеское послание составлялось по одним правилам, любовное – по другим. Да и сами любовные письма имели классификацию. Письмо к молодому человеку, с которым барышня едва знакома, кардинально отличалось от письма к тому, с кем она три раза танцевали кадриль. А уж если она позволили ему подержать свой веер или, хуже того, прикоснуться губами к своей руке, то их переписка приобретала, по законам тех времен, сдержанно страстный метафорический характер. Энтон Пепеп? Зачем писать письма в наш век интернета и мобильной связи? Ведь можно просто позвонить, сбросить смс-ку или короткое сообщение в соцсетях. Но иногда короткого сообщения недостаточно. Рассмотрим случаи, когда лучше написать любовное письмо парню, чем позвонить или отправить пару коротких фраз. Если ты сгораешь от пылких и пламенных чувств, все твои мысли заняты только им, но ты не находишь в себе сил признаться ему в своих чувствах. Возможно, тебе будет проще открыть в электронном или даже в настоящем бумажном письме. Вы поссорились, ты понимаешь, что во многом была не права, но не знаешь, как сказать ему об этом и снова наладить ваши отношения. Изложить все причины своего поведения и их оправдания в письменном виде гораздо легче, ведь никто не будет тебя перебивать или смотреть на тебя укоряющим взором, от которого у тебя язык прилипает. К небу! Вы уже некоторое время вместе, ваши отношения стабилизировались, и ты замечаешь, что чувства уже не такие яркие. Чтобы внести в вашу жизнь что-то новое и освежить чувства, можно написать ему любовное письмо, милое, трогательное или задорное. А еще лучше затеять переписку. Пусть он тоже ответит. Когда он, стараясь не отстать от тебя, будет сочинять нежные фразы и описывать, за что он тебя так сильно любит, его чувства вспыхнут с новой силой. Возможно, и другие причины, которые могут побудить девушку написать любовное письмо тому, кто ей нравится. Поэтому переходим непосредственно к процессу. Итак, как написать любовное письмо парню? Если следовать несложным советам, то этот процесс не будет чрезмерно трудным. Этапы написания письма. Поймай волну. Сядь, сначала расслабься, вспомни своего возлюбленного, представь, что он находится рядом с тобой. Подумай о том, чтобы ты хотела до него донести, и какие слова он должен от тебя услышать. Теперь сосредоточься и начинай писать. Пиши все, что приходит в голову. Не думай о формулировках и порядке. Исправишь потом. На этом этапе главное – изложить все свои мысли и ничего не забыть. Перечитай написанное. Проанализируй. Все ли ты сказала, что хотела? Нет ли навязчивых повторений? Ясны ли выражены мысли? Не слишком ли сумбурно изложения? Не удивляйся, что многое придется исправлять. Конечно, искренность и непосредственность – это хорошо, но и они должны быть правильно оформлены, чтобы то, что ты хочешь сказать, было понятно не только тебе, но и твоему читателю. Думаешь, Пушкин написал письмо Татьяны к Онегину за полчаса? Вряд ли. А ведь он был гений, что на мне светит. Но ведь ты все равно хочешь, чтобы твое письмо было не хуже, чем у Пушкина, и произвело больше эффект, чем на Онегина. Поэтому старайся. Позаботься о том, чтобы изложение было логичным. Вспомни школьные сочинения. Даже если они тебе не очень удавались, ты должна была запомнить, что у любого связанного текста должно быть вступление, основная часть и заключение. Не обязательно следовать этим правилам строго, но и прыгать с пятого на десятое не стоит. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Иначе твой адресат не поймет, что, собственно, ты хотела сказать, с какой целью и чего ожидаешь от него в ответ. Проверь ошибки. Он, конечно, не преподаватель русского языка и двойку тебе не поставит, но если неправильное написание слов или недостаток запятых будет бросаться в глаза, его мнение о тебе чуть-чуть изменится. Не в лучшую сторону. Зачем тебе это нужно? Со структурой письма мы более или менее разобрались. Теперь советы по содержанию. Будь искренней, но не переходи границы. Особенно, если пишешь парню, который тебе нравится, но ты не уверена во взаимности его чувств. Парни бывают жестоки. Он может посмеяться над тобой, может показать твое письмо своим друзьям. Конечно, он не такой. Ты бы такого не полюбила. Но все же будь осторожна. Пусть в твоем письме присутствует чувство собственного достоинства. Да, ты признаешься в любви. Но ты не просишь и не умоляешь о взаимности. Любовь – высокое чувство, которое делает лучше и чище тех, кто может его испытывать. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Озвучено Яндекс Спичкит. Помни об этом и том, то ему повезло, что такая девушка, как ты, обратила на него внимание. Если ты пишешь парню, с которым уже встречаешься, с целью наладить испорченные отношения или освежить чувства, не лишним будет напомнить о том, как вы познакомились, что ты при этом чувствовала. О вашем первом поцелуе или о каких-то еще моментах, важных для вас двоих. Напиши, что помнишь об этом, что до сих пор чувствуешь к нему то же, что и при первой встрече. Это заставит его вспомнить о былом и поможет тебе всколыхнуть его чувства. Опиши свои чувства к нему. Если пишешь впервые парню, которым любуешься только издалека, будь сдержаннее. Напиши, что он тебе нравится, что считаешь его интересным человеком, не похожим на других и что тебе хотелось бы познакомиться с ним поближе. Если у вас есть что-то общее, вкусы, интересы, сообщи об этом. Если письмо обращено к твоему парню, которого ты хорошо знаешь и которому доверяешь, то стесняться в выражении чувств не нужно. Опиши подробно, как ты его любишь, как часто думаешь о нем и что представляешь бессонными ночами. В случае, если в ваших отношениях есть какие-то проблемы, напиши об этом. Напиши, что тебя беспокоит и почему. Вспомни, чем он больше всего недоволен в твоем поведении и назови причины, почему ты делаешь так, а не иначе. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Если ты готова что-то изменить со своей стороны, сообщи об этом. Если хочешь каких-то перемен от него, подробно расскажи, что тебя не устраивает и почему, чего ты от него ждешь, и как будет хорошо, когда он выполнит желаемое. Если хочешь извиниться за что-то, извиняйся. Причем, если твоя вина действительно реальна и велика, то лучше сделать это в самом начале письма. Если ты начнешь с оправданий, он может подумать, что ты считаешь виноватым его и даже не станет читать дальше. А если станет, все равно впечатление будет испорчено. Не пользуйся заготовками, найденными в интернете или позаимствованными в книгах. Неестественность, конструкции и фальшь обязательно будут заметны. Пиши искренне и своими словами. Пусть ты не классик русской литературы, но составить из слов несколько предложений ты в любом случае способна. Напиши о нем, о том, какой он хороший, красивый и во всех отношениях замечательный. Развей эту тему подробно. Расскажи, что конкретно тебе нравится в его внешности, какие именно черты характера тебя восхищают, о каких его поступках ты вспоминаешь с улыбкой, со слезами умиления на глазах или с гордостью. Помните, что главное в любовном письме – это искренность ваших слов, их индивидуальность и непосредственность. Поэтому тратить время на поиски красивого слога совершенно не обязательно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.